В эфире итоговая информационная программа в студии Алены Куколевой. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Усиление защиты транспорта, отечественное программное обеспечение и безопасность детей. Николай Патрушев провел в Рязани выездное совещание Центрального федерального округа. Расселение из аварийного жилья набирает темпы. Почему двум семьям предлагают жить в одной квартире? Самая масштабная туристическая афера области. Куда улетели организаторы фестиваля «Прогулка по облакам». Жители военного городка в Дягилеве продолжают борьбу против строительства многоэтажки. Почему в администрации города их не слышат? Рязань на этой неделе стала площадкой для выездного совещания по безопасности в Центральном федеральном округе. Такие совещания проводят ежегодно. На этот раз обсудили вопросы транспортной и информационной безопасности. Темы в условиях современной реальности особенно актуальны. Объекты транспортной инфраструктуры в Центральном федеральном округе остаются главной мишенью террористов в России. Об этом на совещании о транспортной и информационной безопасности в регионе заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Одно из ключевых мер в защите всего транспортного комплекса – это создание специального подразделения по транспортной безопасности. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что объекты транспортной инфраструктуры и транспортные средства продолжают оставаться приоритетными целями международных террористических организаций. Не секрет, что в ЦФО – самая насыщенная в России транспортная система и самый большой поток пассажиров. Сами за себя говорят цифры. В округе 70 крупных железнодорожных узлов, 660 миллионов человек пользуются услугами РЖД, 19 аэропортов. ЦФО в лидерах и по общей протяженности дорог, их более 300 тысяч километров. Все это создает определенные риски. Мы идем двумя путями. Во-первых, это оснащение техническими средствами соответствующими, специальными средствами, не буду о них рассказывать. И самое главное – мы рассчитываем на помощь населению, потому что профилактика – это самый важный вопрос. Внимательность наших граждан оказывает нам содействие. Я хочу сказать, что многие вопросы нам удавалось решить и предотвратить именно с помощью наших граждан. Говорили и про безопасность на дорогах в целом. По статистике число погибших на дорогах ЦФО в прошлом году снизилось, но количество аварий остается высоким. Число погибших в ДТП сократилось на 12,8%. Фиксируется сокращение уровня криминальных правонарушений в области дорожного движения. Вместе с тем количество дорожно-транспортных происшествий остается высоким. Только на пешеходных переходах в результате наезда ежегодно погибает до 200 человек. По словам Патрушева, уже сейчас налажено межведомственное взаимодействие по обмену информации о правонарушениях на дорогах и ДТП и организован постоянно мониторинг аварийно-опасных участков дорог. Вместе с тем имеется ряд недоработок. Это и недостаточное внимание организации контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог, поддержания в удовлетворительном состоянии уличной дорожной сети и эффективному расходованию бюджетных средств, предназначенных на строительство и содержание дорожно-транспортной инфраструктуры. Особое внимание – обеспечению безопасности перевозок детей. Не снижается уровень смертности в ДТП по вине водителей автобусов и растет число аварий, совершенных водителями нерегулярных маршрутов. При этом особую обеспокоенность вызывает то, что такими перевозками продолжают заниматься физические лица, а не организации, профессионально обслуживающие пассажиров. Второй вопрос повестки дня – информационная безопасность. Николай Патрушев заявил, что широкое применение зарубежного программного обеспечения и прочих компьютерных технологий в России ставит под угрозу информационную безопасность в стране. От высших должностных лиц субъектов федерации, находящихся в пределах округа, требуется четкая координация процесса реализации планов перехода на использование продуктов и услуг отечественных производителей. При этом Патрушев подчеркнул, что масштабные компьютерные атаки в мае и июне этого года на информационные ресурсы России продемонстрировали дестабилизирующий потенциал иностранного программного обеспечения. Август переживает свою середину, близится новый учебный год. А значит, что юные рязанцы возвращаются с каникул и начинают подготовку к школе. Особое внимание в эту пору на безопасность детей. Все силовые структуры и транспортники в течение двух месяцев с 1 сентября будут обращать особое внимание на детей. Особо внимательно с 1 сентября в течение двух месяцев обращать внимание на наших детишек, потому что они должны еще привыкнуть, адаптироваться к этой системе. Нам нужно сегодня с 1 сентября начинать заниматься нашими детишками, школьниками и тем же самим студентами, которые находились в лагерях, в разных домах, отдыхах, немножко отвыкли от системы безопасности. Рязанская область потратит на отопительный сезон 5 миллиардов рублей. Об этом на неделе сообщили власти. Тем не менее, приближения похолоданий вызывают беспокойство у тех рязанцев, чьи условия жизни не просто вызывают вопросы, а порой повергают в шок. Аварийные дома постепенно расселяют, но отдельных жилых площадей хватает не на всех. Вот и сложилась абсурдная ситуация. Двум рязанским семьям предлагают съехать из непригодного жилья в новое. Правда, одно на двоих. Подробнее мой коллега Роман Дворецков. Этот дом на улице Семинарской можно с легкостью пропустить, если не знать, где он находится. За стеной деревьев его попросту не видно, а само строение выглядит непригодным для жилья. Разбитые окна на первом этаже, закрыты двери на лестничной клетке, а на входе висит предупреждение о расселении. Действительно, почти все жильцы из коммунального дома 13Г по улице Семинарской получили достойное жилье. Каждая семья теперь имеет отдельную квартиру. Кроме Вахи Вахабовича и его соседки по коммуналке. По неизвестной причине их переселили в одну квартиру. Естественно, такое положение дел мало кому нравится. Когда пригласили в администрацию, по телефону нас двоих пригласили, позвонили, мы пришли, нам тогда сказали, что одна трехкомнатная квартира в Дягилево, Беляково 17. Хотя мы никакого родственного отношения не имеем, и нам сказали так. По словам оставшихся жильцов, дом уже отключен от отопления, а из коммунальных услуг остались только вода и свет. Но и они могут стать причиной аварийной ситуации. Дом на Семинарской напоминает кадры из фильмов ужасов. Обшарпанные стены, потолки с черной плесенью и не только. Уже несколько раз оставшиеся жильцы видели в освобожденных комнатах лиц без определенного места жительства. В оставленных квартирах можно найти лежаки. В одну из комнат кто-то провел свет. Елена Анатольевна и ее сосед пытаются добиться ответа от администрации города через суд. Почему же было решено именно их переселить в одну квартиру? Однако и тут все не так просто. Мы общаемся непосредственно, когда у нас было первое заседание суда. Нам обещали квартиры, обещали опять с соседом нам вместе дать квартиру. Дать обещали в Дягилево на Беляково 17. Опять нам хотели дать общую, как коммунальную квартиру. Всех жильцов непосредственно нас расселили отдельно, благоустроенные квартиры. В центре Рязани. Пока оставшиеся два жителя дома пытаются получить свое законное и главное собственное жилье, с каждым днем приближается отопительный сезон. И пережить зиму в аварийном доме не представляется возможным. Постоянные перебои с электро- и водоснабжением значительно усложняют задачу. Сейчас остается неизвестным, смогут ли последние жильцы аварийного дома переехать до начала зимы. В Рязани к началу учебного года проверяют школьные автобусы. Инспекторы ГИБДД оценили техническое состояние четырех транспортных средств, которые осуществляют перевозку детей. Исправность светового оборудования, наличие на каждом сидении рабочих ремней безопасности, оснащенность средствами пожаротушения – все это залог безопасности школьников, которых с начала учебного года начнут перевозить эти автобусы по нашему городу. Подобный специализированный транспорт изначально выпускается с ограничителями скорости и тахографами, которые регистрируют скорость движения, режим труда и отдыха водителей. Ну а сегодня задача сотрудников госавтоинспекции, Ространснадзора и прокуратуры проверить исправность всех систем. Что проверяется? Это техническое состояние этих автобусов, оснащенность их, документация необходимая. В частности, у водителя смотрится водительское удостоверение, соответствующие категории наличия, наличие лишений права управления транспортным средством. Также смотрится наличие полисов ОСАГО, наличие тахографов. Также проверяется исправность громкоговорящих устройств. Звук в салоне. Раз-раз. Раз-два-три. Хорошо. Кстати, громкоговорящие устройства в школьных автобусах установлены не только в салоне, но и вне его. Это делается для того, чтобы водитель мог предупредить вышедших на улицу уже школьников о опасности, которых может подстерегать. По итогам проверки было установлено, что в целом автобусы готовы к трудовым школьным будням. Проверяющие выявили небольшие неисправности, которые были устранены на месте. Безопасное захоронение биоотходов. Этот вопрос летом особенно актуален. Под угрозой оказывается здоровье жителей области. Проблема утилизации биологических отходов в нашем регионе всегда стояла остро. Очередной рейд природоохранной прокуратуры выявил опасные нарушения в сфере утилизации трупов крупного рогатого скота. Прокуроры обнаружили скотомогильники в Захаровском и Михайловском районах. Особую опасность представляют несанкционированные захоронения в Захаровском районе. Там выявили факт захоронения туши животных в водоохранной зоне на берегу одной из рек. Выявлены предприятия, которые размещают биологические отходы непосредственно за пределами своей производственных территорий, не огороженной территории. Обеспечен доступ неопределенного круга лиц. Поэтому, естественно, когда мы увидели туши животных, полуразложившиеся и неедничные факты находятся на территории, естественно, будут приняты жесткие меры прокурорского реирования. Жители военного городка в поселке Дягилева продолжают бороться против строительства многоэтажки. Дом возводят на территории парка. Единственной здесь зеленой зоны. Но большее волнение у людей вызывает тот факт, что многоэтажку планируют подключить к общей системе водоотведения. Подробнее Роман Дворецков. История застройки зеленой зоны в военном городке получила продолжение. Жители дома 28 по улице Беляково в четвертый раз пригласили на встречу чиновников и представителей фирмы-застройщика, чтобы разобраться в ситуации. Напомним, что ранее на придомовой территории началась вырубка зеленых насаждений с целью очистить площадь для строительства двух десятиэтажных домов. Активисты серьезно подготовились. Они приготовили документы для жильцов, которые еще не знали про запланированное строительство. По их словам, рязанские власти не собираются останавливаться на застройке поляна возле дома 28 и части парка двумя высотками, а готовят под застройку почти всю территорию авиагородка. Если вы посмотрите, здесь представлен наш аэродром Дягилева и территория, где находится воинская часть, и территория, где мы живем, где находятся наши жилые дома. Оказывается, в городе уже давно распределили, что аэродром будет коммерческого назначения. Но и на эту встречу представители администрации города не явились. На собрании был начальник отдела по работе с населением префектуры Московского района Валерий Бодров. По его словам, никто из высокопоставленных чиновников не смог прийти на встречу с жителями из-за рабочего визита секретаря по безопасности РФ Николая Патрушева. Ранее активисты встречались с руководителем фракции КПРФ Рязанской области Петром Пыленком. Однако решения проблемы так и не нашлось. Каждая сторона осталась при своем мнении. А между тем, недовольство жильцов растет с каждым днем и до сих пор остается неизвестным, как даже состоится встреча жителей военного городка и администрации города. Рязань приняла участие в автопробеге в честь 90-летия организации ДОСААФ. Пробег объединил все регионы страны, а также Белоруссию и Казахстан. Его общая протяженность составила 12 тысяч километров. Этим утром на площади Победы был дан старт масштабному автопробегу. Он посвящен 80-летию Рязанской области и проходит при участии ДОСААФ, которая в этом году отметила свой 90-летний юбилей. И преследует автопробег весьма почетную цель. Мы доставим священную землю с места начала контрнаступления советских войск с Паяркова. Капсулированные гильзы сегодня будут вынесены на нашем мероприятии. И мы их будем доставлять завтра на Бородинское поле. Для последующей доставки в Минск на линию Сталина. Уже сегодня участники автопробега отправились по маршруту Рязань-Михайлов. В планах путешественников посетить другие города и завершить пробег на Бородинском поле. Протяженность всего маршрута составляет 12 тысяч километров, а его продолжительность 45 дней и ночей. Кроме ДОСААФ в пробеге принимают участие ночные волки. Они будут сопровождать автомобильную колонну на всем пути ее следования. Меня очень радует то, что к нам на наши мероприятия вместе, совместно с ДОСААФ, пришло столько студентов, поддержали. И видно по их лицам и по их глазам то, что они не просто так сюда пришедшие, а у них есть какая-то крупинка вот этого противопатриотизма в их душах. Несмотря на довольно жаркую погоду, в начале дня на старт автопробега пришло немало представителей общественности и студенчества. И вместе с высокопоставленными чиновниками возложили цветы к Монументу Победы. В минувшие выходные на Ореховом озере прошел музыкальный фестиваль воздухоплавания «Прогулки по облакам», который стал самой масштабной туристической аферой в области. Организаторы фестиваля по-прежнему не берут трубки и не появляются в офисе. Настоящий уикенд для всей семьи. Три дня лета, полетов, музыки, отдыха, веселья, красочных шоу, вкусной еды и, конечно, возможность дотронуться до неба своими руками. Отпуск, который запомнится и взрослому, и маленькому, без виз, загранпаспортов и языковых барьеров. В самом центре России. Так звучали призывные слоганы фестиваля «Прогулка по облакам», который в минувшие выходные состоялся на Орешке и наделал много шума. Рязанцы о фестивале мало что слышали, а вот гости из разных городов Москвы, Тулы, Нижнего Тагила и Екатеринбурга приехали за обещанной суперпрограммой. Заранее, еще в мае, многие приобретали билеты, чтобы увидеть то, что обещали организаторы. А организаторы утверждали, что прогулка по облакам – это 60 гектаров развлечений на любой вкус. Световые музыкальные шоу аэростатов, подъемы и полеты, топ-звезд российской сцены, город аттракционов и более 25 ресторанов разнообразной вкусной еды. Праздник от рассвета до заката начался с того, что попасть на территорию тем, кто купил билеты, места в кемпинге и оплатил парковочные места, оказалось невозможным. Многие приобрели билеты семьями, приезжали с маленькими детьми, однако праздник не удался. Ошарашенные происходящим, а вернее отсутствием происходящего гости из разных городов требовали вернуть деньги, но организаторы не отвечали на телефонные звонки или убегали в буквальном смысле от вопросов. Не могли получить ответы и те, кто оплатил аренду торговых мест, а таких было тоже немало. На наши вопросы ни организаторы Олеся Кабанова, ни директор фестиваля Виталий Русских ответить также не смогли или не захотели. Обращаются арендаторы, которые у вас места торговые покупали, и гости фестиваля, недовольные проведением. Говорят, вы их обманули, заявив, что фестиваль будет с воздушными шарами, а сами к воздушным шарам никакого отношения не имели. Что касается обещанных организаторами фестиваля прогулка по облакам полетов на тепловых аэростатах, вопрос сложный. Ожидавшие возможности понаблюдать за полетами воздушных шаров люди были, мягко говоря, разочарованы, узнав, что фестиваль воздухоплавания «Небо России» совершенно не имеет отношения к тому мероприятию, на которое они приехали. Соответственно, мы всегда открыты для наших гостей и приглашали на летное поле у поселка Шумаш. И было достаточно, не то, что я не знаю, как судить, но то, что я видел, это было максимальное количество гостей за все годы, которые мы проводили в нашем мероприятии. Обманутые арендаторы и гости фестиваля прогулка по облакам организовались в единое сообщество. В настоящее время они собирают всю информацию и планируют в ближайшее время обратиться в прокуратуру с коллективным заявлением и подать на организаторов в суд. Итальянцы подарили библиотеке имени Горького книги. Друзья Рязани из итальянского города Чента, стремясь к расширению знаний о своей стране и своем городе среди россиян, приняли решение о сборе книг для передачи их в областную библиотеку. Итальянец Мауро Бернарди показывает книги. Все они на итальянском языке. Теперь эти издания являются собственностью библиотеки имени Горького. Такой книжный дар сделал он от итальянского города Чента. Здесь книги про Италию, про Адриатическое море и даже книга про астронавтику, которую написал итальянский автор на основе учений Константина Циолковского. Он делает надпись в библиотеке Рязани от автора, с 15-го, издана от Кумуни Чента и называется Астронавтика. Тут про историю астронавтики. Вот итальянец рассказывает, как несколько сотен лет назад строился его родной город. А уже следующую книгу точно стоило бы прочесть современным рязанским застройщикам. Ее написал преподаватель Миланской академии. Он имел идею, чтобы земля, пустой кусок земли, который оставался между новостройками, сделать так, чтобы получился не просто парк, но чтобы парк был сделан шишкушством. В своем родном городе Мауру создал общество дружбы, занимающиеся популяризацией русской культуры. Его книжный дар библиотеки стал еще одним шагом на пути укрепления культурных связей между Россией и Италией. И мы видим, что вот эта безумная русофобия, это такие совершенно агрессивные, разнузданные, навязываемые миру отношения к России, не всеми воспринимаются. И, конечно, вот на фоне этого, тем более ценна та искренность, сердечность, то понимание русской души, русской ментальности, русской культуры, которую проявляет наш друг итальянец Маурио Бернарди. Теперь библиотека Горького готовит ответный подарок, который отправится в Италию. В ответ на богатый книжный дар рязанцы подарят гостю здание Анны Снегины на нескольких языках. Такое доброе сотрудничество и дружба не исключает появление у Рязани еще одного города-побратима. В Рязани в эти дни прошли пятые Тарковские чтения. В рамках фестиваля состоялась творческая встреча с народным артистом и кинорежиссером Вадимом Абдрашитовым. На ней побывал Валерий Седов. 17 августа завершаются пятые Тарковские чтения. В заключительный день рязанцы смогли встретиться с народным артистом России Вадимом Абдрашитовым. Он был лично знаком с великим режиссером. Андрей Тарковский замечательно выдающийся, знаменитый отечественный кинорежиссер. Автор многих картин, выдающихся, чрезвычайно интересных. Но мне ближе, мне лично как режиссеру и как зрителю его работы первое, Иваново детство и Андрей Рублев. Там я вижу полнокровных людей, я там вижу характер, я вижу судьбы. На Вадима Абдрашитова большое впечатление произвела аудитория Тарковских чтений. Проходили они в поселке Мясном, ведь именно там у мэтра был свой дом. Также в первый день было показано несколько фильмов молодых коллег, которые доставили режиссеру настоящее удовольствие. Вадим Абдрашитов рассказал зрителям, какие фильмы последнего десятилетия произвели на него большое впечатление. Вот братья Дардены. Очень существенно составляющие сегодняшнего кинопроцесса. Замечательные режиссеры. Оригинальные, своеобразные. Со своим каким-то довольно, не хочу сказать странноватым, но особым языком. После ответов на вопросы слушателей Вадим Абдрашитов представил свой фильм «Время танцора». И хоть он вышел на экраны кинотеатров 20 лет назад, его актуальность, по мнению режиссера, не теряется. Можно смело утверждать, что такая встреча зрителям запомнится надолго. Ну а завершились Тарковские чтения большим концертом Рязанского симфонического оркестра. В фойе представили фотовыставку работ художников, запечатлевших Андрея Тарковского и его окружение. Особенностью фестиваля этого года стало необычное открытие Тарковских чтений. Мы впервые использовали для открытия площадку перед домом Андрея Арсеньевича и звучали стихи Арсения Александровича Тарковского, звучала замечательная музыка и классическая музыка. Каким будет фестиваль в следующем году, пока неизвестно. В этот раз Тарковские чтения посетили именитые гости. А помимо благодарности, высказали и пожелания на будущий год. Так, кинорежиссер Вадим Абдрашитов хотел бы увеличить продолжительность фестиваля. Вы знаете, как вы так замечательно встретили. Гостеприимно, вкусно, обильно, уютно. Ну что же вы, два дня и все, до свидания, спасибо. Кульминацией завершения фестиваля стало выступление губернаторского симфонического оркестра. Зрители услышали известные композиции из кинофильмов Тарковского. Благоустройство нашего города продолжается. С каждым днем на улицах Рязани становится все больше клумб и различных арт-объектов, назначение которых, правда, не всегда понятно. Почему и зачем появилась елка на Лыбецком бульваре? Расскажем в следующем сюжете. Этим летом в центре города появился необычный арт-объект. На Лыбецком бульваре установили большую елку. Почему не береза, тополь или пальма? Задаются вопросом горожане и гости города. Не знаю, к чему это поставлено, честно. Все рязанцы думают, что летом елку, но это странно. Как-то новогодний. Да, навевает праздник, выходные, каникулы. И действительно, по замыслу организаторов, елка – это символ главного и любимого праздника всех россиян. Именно поэтому елка. Она ждет своего часа новогоднего, но будет использоваться и не только в Новый год. Уже сейчас она ночью подсвечивается очень красиво. И будут у нас несколько мероприятий, которые будут эту елку использовать. Инвесторы и собственники этого комплекса, для них очень обременительно было бы возить такое сооружение и устанавливать его каждый раз к Новому году. Кстати, Эйфельву башню Париж признал тоже не сразу. Поэтому у елки сейчас есть все шансы стать символом Рязани. И так в этом году лета нет, так они еще и елку. Вот такой подход мне нравится. Тем временем Лыбецкий вульвар становится любимым местом для фотографий. И что ни говори, елка большинству рязанцев нравится. Елка – это прямо чудо. На нашем рязанском сером склоне, это что-то новое и свежее. Дай бог, что оно было чаще и больше. Она очень красивая, ну и... Ну и что это? Я думаю, вечером она будет подсвечиваться и в Новый год будет очень красиво и все продумано, все украшено и здорово. Мне кажется, здорово. Мне нравится. Елка в центре города – очень оригинальная идея. Елку стоит увидеть в вечернее время. Когда темнеет, эта конструкция смотрится более чем интересно, а фотографии получаются красочными и необычными. И на этом у меня все. Я напомню, что все новости вы также можете увидеть на нашем сайте – город62.тв. Мы прощаемся с вами до понедельника и желаю вам хороших выходных. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» Совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом Всегда хотел свой дом Так, чтобы недалеко от города В красивом месте с живой природой и чистым воздухом Я нашел его Построил дом удобный, просторный Рядом охота, рыбалка, грибы Друзья ко мне часто приезжают Есть чем заняться Говорят, хорошо тут у тебя А я и сам знаю Все, что нужно мне и моей семье Все здесь, все рядом В коттеджном поселке Караси А где живешь ты? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok